На базе Центра дополнительного образования «Искитима» 17 марта состоялся конкурс вожатского мастерства «Огонек детства». Его организаторами уже третий год подряд являются специалисты Центра отдыха и оздоровления «Лесная сказка». Конкурс вожатского мастерства «Огонек детства» проходит в три этапа и за годы своего существования успел стать традиционным. На первом этапе участники проходят собеседование в виде тестовых ответов на вопросы. Второй этап – непосредственная работа с детьми с наглядной демонстрацией коммуникативных способностей. В этом году мы работали в детском садике «Ручеек», то есть конкурсанты работают с детьми, играют с ними. Мы смотрим, ставим оценки тоже по параметрам креативность, энергичность детей, ну и так далее. Из более чем 30 претендентов до финала конкурса в этом году дошли 9 участников. Третий этап – творческий, стал кульминацией всех трех месяцев их долгой и упорной работы. Оценивать результаты по традиции пригласили три состава жюри. Первая – детская, из тех ребят, кто неоднократно отдыхал в лагере «Лесная сказка», и у них сформирован образ настоящего вожатого. Второе жюри – вожатская, из действующих вожатых, опытных и проницательных. Третье жюри – основное. Кому предстояло выбрать абсолютного победителя конкурса? Я учусь в средней образовательной школе номер один. Еще я занимаюсь немножко футболом, баскетболом, лыжами, ушибанием, кидая баварешки на дайвсти. Кстати, я тебя занимаю на первом этапе. На самом деле я молодой, целеустремленный человек. Добрый, позитивный и современный. Почему пришло в Ертест? Конечно же, из-за огромной любви к детям и прекрасного места в центре отдыха и оздоровления «Лесная сказка». «Лесная сказка – супер», «Лесная сказка – класс», «Адмана улучшит солнце», «Свет – правый глаз». Еще один шестераповый «Насвободат». Во-первых, я занимаюсь вокалом и достигла в нем определенных усорок. Также на протяжении шести лет я занимаюсь футболом и играть за сборностью Тима. Еще я занимаюсь театральной кружки и активно участвую в жизни школы. У вас, наверное, возник вопрос, почему именно я должна стать лжатой? Я прекрасно понимаю, что быть лжатой – это нелегкая работа, это бессонные ночи, и на это уходит много сил. Но я давно хотела работать в самом лучшем замечательном лагере «Лесная сказка». И когда у нее выпала такая возможность, я решила, что можно действовать. Думаю, я бы справилась с этим, потому что я ответственная, унимательная, во-первых, эмоции, энергии, позитивная. И все это я хочу определить с детьми и, конечно же, получать от них отдачу. В финале конкурса «Огонек детства» участникам предстояло в форме визитки рассказать о себе, пройти импровизированное испытание, ответив на заранее подготовленные для них вопросы из реальной вожатской практики с максимально быстрым способом выхода из предложенной ситуации. Мы хотим отказываться принимать участие во всех мероприятиях. Давай, давай я поиграю. Вот я буду ребенком, который не хочет нигде участвовать. Твоя задача как-то меня заманить, уговорить, чтобы я приняла участие. В лагере – это место для творческих людей, которые хотят так всегда раскрыть. И ты же хочешь эту смену запомнить. И чтобы ее запомнить, надо как-то участвовать. Ведь это эмоции на сюжете. Такого больше ты нигде не встретишь. Эта смена может быть для тебя самая лучшая, если ты будешь один на везде участвовать. У тебя все запомнили, появятся много-много друзей. Это же круто, у тебя. Блин, он меня убит. На третьем этапе финальных испытаний конкурсанты представляли свои творческие номера и подготовленные сценические миниатюры. Каждый из ребят талантлив по-своему, и здесь они постарались раскрыться на полную. Обыгрывая встречи с друзьями у костра, сборы в летний лагерь всей семьей или подготовку к празднику. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... По условиям конкурса побеждал участник, по сумме набравший максимальное количество баллов. Он удостаивался чести быть зачисленным в вожатский отряд «Аллигатор», который работает в Центре отдыха и оздоровления «Лесная сказка». Но у этого финала была и вторая особая миссия. Мы собираем Янбекову Матвею на тренажер. У него ДЦП, с ним можно поработать. Они хотят купить родителей тренажер. Мы вместе с начальником социального обслуживания населения княжевы Лены Михайловны договорились. Вот собрали денежку и сегодня передадим маме. Все финалисты были одаренными, энергичными, способными и понимающими. Каждый был достоин быть вожатым, ведь они обладают главным свойством – любят детей. В вожатской деятельности меня, прежде всего, привлекают дети. Работа с ними, их улыбки, их настроение, их задор. Конечно, возникают трудности при работе с детьми, ведь это дети, они маленькие, они чего-то не понимают. Но вожатый для того и создан, так скажем, чтобы от этих трудностей избавлять ребенка. Общий язык – да, очень просто. Главное – не возвышать себя сильно, общаться с ними наравне, но при этом придерживаться каких-то рамок. Если вы хотите у нас с помощником вожатого работать, то вы просто приходите ко мне, беседуете, я вам задаю вопросы, ну, либо в следующем году, вот в этом конкурсе. Если вы студент педагогического института, то просим гостя, конечно же, старшим вожатым работать, то есть, совершеннолетнее педагогическое образование, учащиеся. Мы вас ждем. Ждем.